МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. За преданность профессии. Сегодня в Доме правительства наградили самых успешных женщин Республики. Без комиссии. Экономим на оплате услуг за вывоз ТКО. Золотой слоуп стайл. Фристайлистка Лана Прусакова выиграла золото универсиады в Красноярске. За преданность профессии, благодарности, грамоты и почетные звания. Сегодня в Доме правительства участвовали самых успешных женщин. Многих из них государственным наградам представляли работодатели за особые трудовые заслуги. Оказаться в окружении такого количества прекрасных дам в Доме правительства возможно, пожалуй, только раз в году. Накануне 8 марта в списке награждаемых ни одной мужской фамилии. Среди героинь сегодняшней торжественной церемонии врачи, педагоги, работницы предприятий. Всего 39 человек. Михаил Игнатьев отметил, что прекрасная половина своими заслугами прославляет регион. Восхищение достойно каждая женщина. Женщины сегодня добиваются успеха в разных профессиональных областях, в образовании, медицине, культуре, спорте, экономике и торговле, на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Но всех вас объединяют общие качества. Высокий профессионализм и ответственность, терпение и аккуратность, умение создавать доброжелательную обстановку и творчески подходить к своему любимому делу. Сразу 20 дам сегодня были удостоены званий заслуженных работников республики. Среди награжденных немало медиков. Врач-невролог Инесса Орлова более 20 лет помогает людям победить болезни. Эта награда очень ценна для меня. Я сегодня получила звание заслуженного врача Чувашской республики. Мне нравится приносить пользу людям, возвращать здоровье. И вообще хочется, чтобы люди все жили счастливо, долго. Заслуженным деятелем искусств республики стала дирижер симфонической капеллы. Наталья Яклашкина говорит, что эта награда – труд всего коллектива. Музыканты дарят эмоции людям. На их счету сотни концертов. Пройденный труд вместе, взявшись рука об руку, рука за руку, именно это приносит хороший результат. Мы работаем на результат. Елене Федоровой сегодня она также стала заслуженным работником. Привычнее не получать букеты, а самой выращивать цветы. 39 лет женщина готовит рассады для городских клумб. Выращиваю, как птичницы, короче. Как птичница я. Выращиваю, потом девочки пикируют. Это у меня хобби. Это у меня и около дома цветов очень много. Я вообще обожаю цветы. В канун 8 марта в республике впервые вручают знаки материнской славы «Оне». Это еще одна мера поддержки многодетных семей. Количество многодетных семей в республике по сравнению с 2012 годом увеличилось на 52%. Это факт. Сегодня в республике их проживает более 12,5 тысяч. Это является еще одним свидетельством того, что в нашей республике женщины ощущают особое внимание и заботы. Первый знак «Оне» вручили Ирине Моисеевой, матери девятерых детей. Слава Богу, Бог дает детей. Без Бога семейного счастья нет. Высокой наградой «Оне» сегодня удостоены матери четырех семей. Супруги Павловы приехали в Чебоксары из Аликовского района. Говорят, что формула счастья проста, главное друг друга уважать. Любовь и Алексей воспитывают пятерых детей. Трое уже взрослые, а старшие в университете учатся, другие в строительном техникуме, второй сын в армии служит, а двое маленькие в школу ходят. Надо любить побольше, и все. Героинь сегодняшнего торжества глава республики поздравил с наступающим праздником и пожелал благополучия в семьях. В их адрес прозвучит еще немало приятных слов от мужской половины. Большинство из награжденных – любящие жены, заботливые мамы, а некоторые еще и бабушки. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Женщины-чуваши прославились на разных поприщах. Сегодня стало известно, что наша землячка, фристайлистка Лана Прусакова, завоевала золотую медаль в дисциплине «Слоупстайл» на Всемирной универсиаде, которая проходит в Красноярске. За лучшую попытку в квалификации Лана Прусакова заработала 85,2 балла. Этот результат стал вторым и позволил ей пробиться в финал. В заключительных стартах фристайлистки не было равных. Набрать больше 87 баллов не удалось никому из девушек. На втором месте другая россиянка Анастасия Таталина. Лане Прусаковой 18 лет. Она представляет ЧГУ имени Ульянова. Спортсменка – победительница зимних юношеских Олимпийских игр 2016. Участница Олимпиады в Пхенчхане. Я очень рада, что смогла уехать свою попытку в финале. К сожалению, конечно, у меня все получилось, как я планировала. Но я думаю, что мне удалось сегодня стать первой. Огромное спасибо. Хотела сказать родной Чуваши, людей республики. Также хочу передать большое спасибо своему любимому университету, ЧГУ. И всем своим родным и близким. В мужских соревнованиях россияне не смогли завоевать награды. Лучшим стал наш земляк Дмитрий Мулендеев. Он показал пятый результат. Я показывал неплохой уровень на универсиаде. Прыгнул трюки, которые я тренировал. Которые могут мне дать в будущем еще больше, чем они дали мне сейчас. Поэтому отчасти я доволен, что я работал. Но результат все-таки тоже меня заставляет напрягаться. То, что он не максимальный. У меня есть задел на будущее. В данный момент сборная России лидирует в медальном зачете. В копилке нашей команды 17 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Студенческие соревнования завершатся 12 марта. В Чуваши чаще всего встречаются поддельные алкоголь и электрокабель. Насчет последнего наш регион вошел в пилотный проект по установке входного контроля на объектах капитального строительства. Благодаря этому можно бороться с некачественным электрооборудованием еще до начала строительства. Работу по выявлению и пресечению незаконного оборота промышленности обсудили на заседании профильной комиссии под руководством главы Чуваши Михаила Игнатьева. Контрафакт может навредить как отдельному покупателю, так и экономике страны в целом. Роспотребнадзор проводит проверки предпринимателей, запускаются новые системы. В прошлом году впервые ввели маркировку меховых изделий. В результате из тени вышло 20% рынка. Отдельные предприниматели незаконно зарабатывают на продаже детских товаров. Единичные случаи выявлены в районах Чувашии. Предпринимателям применяются административные взыскания. Однопроба игрушек. По органолитическим показателям и токсикологическим показателям игрушка не соответствовала. При проверке магазина «Орбита» у «Орбита» город Севицк осуществлялась продажа детских кологоток без указаний на маркировке информации о наименовании страны, где изготовлена продукция и дате изготовления. Маркировка футболок и водолазки также не содержала информацию о происхождении. Покупатель тоже может обезопасить себя, внимательно проверяя информацию о продукте, запрашивая у продавца сертификаты соответствия. Например, в случае с алкоголем разработаны специальные мобильные приложения. Суд вынес приговор человеку, который убил супругу на глазах их ребенка. Трагедия произошла осенью прошлого года в деревне Малая Арабузи Батревского района. Гособвинителем в этом уголовном деле выступил сам прокурор Чувашской республики Василий Пословский. В тот злополучный вечер 16 октября 49-летний преступник проник в дом к своим соседям и убил их из-за личной неприязни. Во время убийства в доме находился 9-летний ребенок, который уцелел только чудом. Девочка спряталась за диваном. После содеянного преступник скрылся с места преступления. Девочка провела с мертвыми родителями всю ночь и смогла дозвониться до старшей сестры, проживающей отдельно, только под утро. Дело было рассмотрено в выездном заседании в Батревском районе. Участвовали по делу и жители села, как в качестве свидетелей допрашивались, так и просто присутствовали непосредственно на самом процессе. И затем оно завершилось уже здесь, в городе Чебоксары. Был вынесен судьей приговор. С учетом позиции государственного обвинения суд, рассмотрев это уголовное дело, назначил виновным окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, 3 месяца, 10 дней. Прокурор Чуваши отмечает, что в муниципалитетах нужно больше времени уделять качественной профилактике преступлений. Взаимодействие всех нас, и органов власти управления, и правоохранительных органов, и средств массовой информации, понятно, что с участием общественных организаций всего населения республики, дает возможность людей видеть живыми, здоровыми, прокуроров, всех глав администрации районов, глав районов, как народных избранников, депутатов, всю общественность, чтобы активнее работали. Конечно, глава администрации должен сразу же знать о случившемся на территории района или на территории поселения, сразу же должен предпринимать усилия по тому, чтобы высказать людям соболезнования по поводу случившегося, принять меры к организации или к участию в организации, и похорон в определенном плане, помочь людям, внимание, конечно, уделить нормальным, достойным, но лучше всего эти случаи не допускать. Поэтому и глава администрации района или сельского поселения, и участковый, и уполномоченный, и другие люди, как мы говорим, работающие в субъектах профилактики, являющиеся субъектами профилактики, должны обязательно разъяснять людям, что чем чревато, какие последствия. Взаимодействие правоохранительных органов, органов власти и других структур в профилактике тяжких и особо тяжких преступлений среди населения дает положительные результаты. За два года количество убийств сократилось вдвое. Татьяна Трофимова, Валерий Рязюков, Республика. 75 рублей 70 копеек с одного человека в месяц будут платить жители городов республики за новую коммунальную услугу вывоз мусора. Для жителей сельских районов эта плата ниже на 20% и составляет 60 рублей 71 копейку с одного человека в месяц. Однако сумма может увеличиваться за счет комиссий, которые берут за свои услуги банки. В начале года глава республики поручил правительство обсудить с кредитными организациями возможность снижения комиссий. Переговоры прошли успешно. Новые квитанции жители республики начали получать с начала 2019 года. Так как за вывоз с ТКО отныне отвечает не управляющая компания, а региональный оператор, соответственно платить за новую услугу придется именно ему. Многие, кто уже оплачивал новую коммунальную услугу, заметили, что при оплате за вывоз с ТКО возымается комиссия. Причем эта сумма варьируется в зависимости от того, как, где и каким способом вы оплачиваете квитанцию. Внести платеж за вывоз мусора можно без комиссии в офисе регионального оператора «Экоцентр» в Чубаксарах по Московскому проспекту 19. Также без комиссии взносы принимаются в личном кабинете на официальном сайте регионального оператора Воспользоваться такой возможностью оплаты могут жители даже самых отдаленных населенных пунктов. Что касается оплаты услуг по вывозу мусора через банковские организации, здесь есть несколько способов сэкономить на комиссии. Сбербанк поддерживает безналичные расчеты в республике, поэтому оплата любых коммунальных платежей гораздо дешевле обходится, если вы это делаете с картой. Например, за вывоз мусора, если средний размер платежа составляет 75 рублей, то в данном случае комиссия составит всего 1% от суммы, то есть вы заплатите 75 копеек. В этом случае вариантов оплаты два. В любом удобном месте, через Сбербанк онлайн, через телефон, либо в одном из филиалов Сбербанка, через устройство самообслуживания. Либо подключить автоплатеж, и банк сам ежемесячно будет совершать платеж. В Чувашкредитпромбанке можно оплатить квитанцию без комиссии. Оплатить квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов без комиссии жители Чувашии могут с помощью платежных терминалов Чувашкредитпромбанка или в интернет-банке Хэнди-банк. Для совершения платежа через терминал понадобятся квитанции и наличные. Иметь карту Чувашкредитпромбанка необязательно. Карта банка необходима только в случае, если вы хотите оплачивать услуги дистанционно. В офисах Чувашкредитпромбанка платежи за вывоз отходов принимаются с небольшой комиссией, 0,5% от суммы, минимум 10 рублей. Всего в республике 25 таких платежных терминалов. Расположены они в Чубаксарах, Новочубаксарске, Канаши, Алатре, Батрево. Без комиссии можно оплатить услугу и в офисах почтобанк. На территории Чувашии на текущий момент находятся 46 отделений банка, которые оснащены банкоматами. 39 из них находятся на территории Почты России в ближайшей доступности в разных уголках нашей Чувашии. Три отделения функционируют на базе многофункциональных центров города Ядрина, город Канаш и в городе Чебоксара по адресу улицы Ленинградская, 36. И четыре отделения – это наши флагманские и клиентские центры, которые располагаются и работают на территории Чебоксара и Новочубаксарск. В почтобанке для клиентов установлен один из самых низких в Чувашии тарифов на оплату вывоза мусора. Это 0,5% от суммы платежа. А наши пенсионеры и клиенты, которые получают заработную плату на карту нашего банка, оплачивают жилищно-коммунальные услуги, в том числе вывоз мусора, абсолютно без комиссии. Еще один способ оплаты – через личный кабинет на сайте государственной информационной системы ЖКХ. В общем, выбор в любом случае остается за пользователями услуг. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. О дистанционных платежах и не только в конце февраля в Чебоксарах прошла стратегическая сессия «Умный город», которую провел заместитель министра строительства России Андрей Чибис. В разговоре участвовали представители органов власти, IT-специалисты, программисты. Аналогичные обсуждения прошли в других городах России. Сегодня Минстрой уже опубликовал стандарт нового проекта. Стандарт «Умного города» включает мероприятия по восьми направлениям. Городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный транспорт и так далее. Первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны уже в 2020 году. Чебоксар – один из пилотных умных городов. База создана достойная, неплохая. И частично ряд технологий в транспорте, в безопасности, в управлении городом внедрены. Но наша задача – сделать радикальный рывок вперед. Сделать умные чебоксары по-настоящему городу будущего в наших с вами силах. Сейчас в Чувашии строится 106 многоквартирных домов. Это около 1 миллиона квадратных метров. Сбавлять темпы строительства застройщики не намерены, несмотря на то, что в строительной отрасли грядут перемены. Рекордные цифры по количеству построенного жилья и по количеству оформленных ипотек. Прошлый год стал для строительной отрасли республики топовым. В многоквартирных домах введено в эксплуатацию почти 600 тысяч квадратных метров жилья. Рост почти на 4,5%. Еще существеннее увеличить объемы строительства жилья. Задача обозначена для всех регионов в майском указе президента России. По тем мероприятиям, которые касаются дополнительных мер стимулирования жилищного строительства, мы с федеральным министерством работаем. По этому коду тоже 22 миллиарда рублей федеральное министерство строительства обозначено. В Чувашии сейчас 54 застройщика возводят 106 многоквартирных домов. Часть из них необходимо будет достраивать по новым правилам долевого строительства. Это эскроу-счета, когда деньги дольщиков хранятся на счете в банке и отдаются застройщику только после завершения объекта. Три компании Чувашии уже работают по этой схеме. У нас есть проекты, которые без открытия скроу-счета, то есть чисто на долевом часе. Туда люди меньше идут с открытия скроу-счета, людей больше идут. То есть более привлекают, чувствуют защищенность в этом плане. По старым правилам застройщики смогут завершить только объекты, отвечающие критериям Минстроя России. Степень готовности должна быть по общему правилу не менее 30%. Количество заключенных договоров долевого участия не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений, в отношении которых могут быть заключены договора долевого участия в долевом строительстве. Для остальных переход на эскроу-счета обязателен. Однако не все строительные организации спешат перейти на новую систему, рассматривая условия различных банков. Если к средствам дольщиков доступа нет и собственных средств недостаточно, придется брать банковские кредиты на строительство. Процент может снижаться от 10 до 1 сотой. Процентная ставка среднеизвешенная, она зависит от того, насколько быстро пополняется фонд эскроу. Чем быстрее она дополняется, тем меньше процентная ставка будет. То есть, чем больше продано квартир и больше средств на счету эскроу, тем меньший процент по кредиту. В свою очередь, правительство разрабатывает систему поощрения строительных организаций. Послание президента, который был озвучен, вы тоже слышали. Те строительные организации, которые будут строить социальные объекты, будут освобождаться от налога на прибыль. Пока окончательные решения не приняты, но президент озвучил. Это касается и школы, и садика, и учреждения здравоохранения. По прогнозам Минстроя Республики, примерно треть застройщиков будет испытывать серьезные сложности при переходе на работу в новых условиях. Михаил Игнатьев обратил внимание руководителей строительных организаций на возможные риски и рекомендовал уже сегодня серьезно задуматься о минимизировании негативных последствий. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. В клинике «Северная» в Чебоксарах закончили ремонт входной группы. О том, что изменилось, кроме цветовой гаммы регистратуры, Ольга Пырочкина. Так выглядела в фойе клиники «Северная» до ремонта. А так выглядит после. Пациенты довольны. Я еще помню, когда открывали первый раз эту поликлинику, это было 23 апреля 1987 года. Сейчас ее просто не узнать в таком обновленном виде. Прямо зайдя уже через порог, уже больная становишься уже взрослой. Однако основные изменения не бросятся сразу в глаза. Принцип бережливой поликлиники – наладить процесс обслуживания таким образом, чтобы максимально сократить для пациентов время ожидания в очередях, разделить потоки и упростить запись к специалистам. Так те, кто записался электронно, могут пройти к специалисту, минуя регистратуру. Пациент подходит, нажимает «регистрация талона», вводит свой пин-код определенный и информат выдает талон. На путь бережливого производства стали 18 поликлиник, из них 9 взрослых, 9 детских. Поэтапно пошагово все учреждения здравоохранения из первого поликлинического звена, а потом и стационарное звено будет включен в бережливый производство. Во время ремонта учли и все требования программы «Доступная среда». В логистике перемещения, в ремонте этого помещения учтены нужды маломобильного контингента. Здесь есть и тактильная, и цветовая индикация, есть система брайля. Наша регистратура, она оснащена сегментом с пониженной столешницей стойкой. Для маломобильных пациентов прием всех специалистов организован на первом этаже. Однако, если потребуется подняться или спуститься, к примеру, в рентгеновский кабинет, поможет специальный аппарат, который так и называется – ступенька-ход. Пока этим больше не может похвастаться ни одна другая клиника в республике. Пациент. Как, наверное, питание такое? Вот я его придерживаю, сколько? Вот я его придерживаю. Снимай, спасибо. То есть мы его опускаем. На создание комфортных условий для пациентов из республиканского бюджета направили более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Магопырочкина, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. Территория особого внимания. В преддверии 140-летия уголовно-исполнительной системы в России в Национальном музее открылась выставка. Архивные фотографии, документы, книги, награды, образцы форменного обмундирования сотрудников в разные годы – все это в экспозиции выставки. Первое упоминание о тюремном замке на территории Чуваши относится к временам Ивана Грозного. В период основания города Чуваксара, внутри деревянного Кремля, наряду с прочими сооружениями, была построена и первая тюрьма. Здесь же есть и одно из старейших учреждений на территории республики – здание следственного изолятора в городе Цивильск в миниатюре. Отдельный блок экспозиции посвящен выпускаемой в исправительной колонии продукции. Есть необычные экспонаты, предметы, запрещенные в местах лишения свободы. Это и стационарный телефон, переделанный умельцами в мобильный, и часы, с встроенной мобильной связью, видеокамеры, и колодок карт, замаскированная под пачку сигарет. Сотрудники УФСИН России и Почувашии в дни работы выставки планируют проведение встречи, беседа со школьниками и студентами в целях профилактики правонарушений среди молодежи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее интересная и полезная информация. А я прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго. В жилом районе Солнечный, который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». В скором времени здесь вырастет 16-этажный четырехподъездный дом, собственный автономной котельной. Микрорайон расположен в очень живописном месте, рядом с лесом. В шаговой доступности находится автомобильная дорога. В данный момент за мной происходит забивка свая позиции 24. Это четырехподъездный панельный дом. Работа проводится без выходных дней. Преимущество панельного дома перед кирпичным в том, что дом собирается из панелей, которые производятся на заводе. Может собираться в любое, практически при любых погодных условиях. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года. Мы уверены, что дом сдадим вовремя. Для этого все предпосылки есть. Все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компании «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. С открытием этого нового проекта «Микро-Солнечный» объемы продаж компаний сильно-сильно увеличились. Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартиры именно в Солнечном. Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в Солнечном. Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. Сейчас у нас старт продаж. Уже как две недели можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 миллиона 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 миллион 864 тысяч рублей. Это тоже очень выгодно. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В Солнечном будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство четырехполосной автодороги, которая соединит Солнечный с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в Солнечном смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже полтора года. Здесь нравится нам природа, рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построила застройщик, там на коньках мы катаемся тоже. Горку построили. Вообще, вот здесь чистый воздух. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии. По номеру 410000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Цены действительны до конца марта 2019 года. На улице весна. Пора обновлений. Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про ярмарку мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели, ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту, мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене, так, среднее. Среднее по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка верхней одежды по адресу Максима Горького, 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова